Приветствую вас! С вами вновь Александр. Сегодня я хочу вам рассказать о австралийской колясочке бренда Valka Baby. Модель называется Quad X. Она интересна тем, что это очень универсальная коляска от компании Valka Baby. Она очень хорошо подходит для преодоления плохой дороги и является очень комфортной коляской. И что же из себя представляет коляска Valka Baby Quad X? В первую очередь она предназначена для детей с самого рождения до 4 лет. И максимальный вес ребенка не должен превышать 20 килограмм. Это основные характеристики этой коляски. Так, перейдем к обзору. В первую очередь хочу заметить, что ручка в этой коляске, она очень удобная, прорезиненная. Зимой она не будет холодной, противной. Тактильно очень приятная и мягкая. Регулируется она в очень широком диапазоне. С помощью двух кнопочек, с каждой из сторон по одной, нажимаем одновременно, опускаем. Поэтому с помощью этой регулировки каждый из родителей любого роста может удобно под себя настроить эту ручку. И также на ручке есть интересная фишка. Это далеко не везде встречается. Такой ремешок, когда вы гуляете, вы одеваете этот ремешок на руку и продолжаете гулять. Он для того, чтобы случайно на дорогу, когда будете переходить дорогу, коляска на светофоре или где-то не укатилась случайно. Это своего рода такой страховой ремень. Капюшон в коляске, это самая такая сильная сторона этой коляски Quad X. Он большой, он очень большой этот капюшон. Он широкий, он глубокий. Он даже сейчас в минимальном положении занимает половину коляски. Но есть реально интересная особенность. Открываем замочек и увеличиваем его очень сильно. Есть еще один замочек. Открываем и накрываем в принципе ребенка полностью вместе с ногами. Здесь четыре секции в капюшоне. Третья секция, посередине, это сетка для дополнительного потока воздуха для ребенка. Сейчас закрою обратно. Так, и что касается безопасности ребенка, в коляске есть система пятиточечных ремней. Она стандартная, с очень удобным креплением ремня. Есть специальные накладки на ремень, мягкие на плечевую зону ребенка, чтобы не травмировались плечи ребенка, если он будет дергаться. И также, как вы видите, здесь в комплектацию входит жесткий бампер с мягкой накладкой из того же материала, что на самом прогулочном блоке. Ну и в принципе, что касается самого материала, это материал напоминает плащевку. Тактильно он в принципе достаточно приятный, но на мой взгляд зимой он будет очень холодный и неприятный. И на ощупь будет холодить так в принципе ребенка. Мне сейчас такие ткани не очень нравятся. Но зато она износостойкая и водонепроницаемая, и ветер через капюшон, через этот материал не продувает. Здесь как бы и плюсы и минусы есть у этой ткани. И что касается ложа в этой прогулочной коляске Quad X, здесь комплектацию... Сейчас я бампер уберу, чтобы вам было наглядно видно. Кстати, бампер вы видите, да? Спокойно отодвинули, посадили ребенка и защелкнули обратно. Очень удобно сделана система откидывания бампера. Вот, так что про матрасик. В комплектацию входит вот этот матрасик. Он мягкий, подголовник тоже сделан с мягкими подушечками. И посередине матрасика сделана материчная ткань из сеточки. То бишь, летом ребенок будет меньше потеть. Если бы он сидел на вот этой вот ткани, с чего весь блок сделал, он бы потел сильнее. Здесь вот грамотно производитель подошел к этому вопросу. И плюс еще он одет реально всю коляску, это место сидячки, оно мягче, благодаря этому матрасику. И также есть для комфорта ребенка подножка, которая с жесткой конструкцией. Регулируется она, как вы видите, все просто. Просто поднимаем пальцем наверх и все. А чтобы опустить, здесь по краям, вот в этих местах есть две кнопочки. Нажимаем одновременно и опускаем вниз. Поднять, поднимаем вверх и все. И регулировка наклона спинки осуществляется также элементарным способом. Здесь установлена система ремней. Как я в других обзорах уже говорил, это очень надежная система, минимум механизмов. Поэтому все очень долговечно. И нет у вас ступеней жестких. Вы не можете, мы можете восстановить наклона спинки там, где вам удобно и ребенку удобно. Опускаем ложе одним движением. Видите, все это очень легко и просто. Поднимается тоже. Поднимаем спинку и одновременно натягиваем ремень. Еще хочу заметить, что вот здесь, в задней части, есть под вот этим красивым кармашком, есть, из этой красивой линии я имею в виду, есть карманчики. Внутри есть еще пару потайных кармашков из сеточки. Сюда можно положить телефон, бутылочку, что-нибудь еще. В принципе, заменить вам такую небольшую сумочку в прогулке. Это что касалось самого прогулочного блока. Теперь я расскажу вам про шасси. Шасси весит с прогулочным блоком все вместе 11 килограмм. И, по сути, если вы смотрите коляски подобного рода с большими колесами надувными, то, по-моему, это самая легкая коляска с надувными колесами, с такими внедорожными характеристиками. Мне кажется, это круто. Само шасси сделано из алюминия. Это дает ей очень такую хорошую прочность всей конструкции. Колеса, как я уже говорил, они все надувные, они мягкие. Спереди тоже надувные и большие, самое главное. Есть шасси, установлены дополнительные амортизаторы. Они как есть на задней подвесочке, так есть и на передней. Плюс еще надувные колеса. Представляете, какая здесь проходимость и плавность хода. Установлен достаточно большой и очень глубокий багажный отсек. Тут я не знаю, сколько в глубину, но он реально очень большой, с дополнительными карманчиками для мелочевки. И что мне очень понравилось, система тормоза здесь стоит самая правильная. Нажимаем, заблокировали. И нажимаем сверху и разблокируем. Не нужно снизу поддевать и портить свою обувь. Мне эта система больше всего нравится. Так. Еще мне в этом шасси очень понравилось, как здесь реализована подножечка для ребенка. Здесь прорезиненная ткань, и поэтому если ребенок будет самостоятельно взбираться на эту коляску, он не будет скользить своей обувью и не упадет. И все здесь очень легко и просто чистится. Так. И теперь я покажу вам, как эта вся конструкция складывается. Складывается, в принципе, тоже не сложно. Здесь под капюшончиком два рычажочка. Я надеюсь, вам сейчас их видно. Их оттягиваем на себя одновременно. И давим коляску. Сейчас, секундочку. Вот таким образом давим на себя. Колесики разворачиваем. Все, зафиксировалось. Колясочку подтянули. Все. И вот таким образом выглядит вся конструкция в сложном виде. По-моему, в принципе, она очень даже компактная. Есть здесь специальная ручка для транспортировки, чтобы вы могли переносить эту коляску. Код X. И чтобы разобрать, с одной из сторон здесь фиксатор, который блокирует ее от случайного раскрытия. Отжимаем его обратно. И раскрываем коляску простым движением. Собственно, все очень просто. И это, в принципе, все, что я хотел рассказать вам про эту коляску. И давайте теперь подведем итоги. И что понравилось мне лично в этой коляске? Начну, наверное, я с минусов. Мне, как я уже говорил, не очень понравилась эта ткань. Хоть она и вся износостойкая, прочная, непродуваемая. Но она мне не нравится тактильно. Я не очень люблю такую ткань. Зимой она холодная будет, летом горячая. В общем, есть свои минусы и плюсы. Но понравился вкладыш, который внутри. Здесь посередине сделана ткань из сетки. Поэтому ребенку жарко не будет. Зимой будет достаточно тепло из-за этой ткани. Летом прохладно. И он дает хорошую мягкость самому ложе. Что мне понравилось еще в этой коляске? Большие надувные колеса, проходимые. Кстати, увеличить проходимость, я вам еще не успел это сказать, можно путем блокировки передних колес. Заблокировали передние колеса. И спокойно преодолеваем любую поверхность плохого качества. Понравилась плавность хода. Амортизация присутствует как на задних колесах, так и на передних. Большой багажный отсек. Хорошо, качественно собрана коляска. Мне понравилась ее сбитая. Она такая ощущается хорошей вещью. Чувствуется в ней качество. Собственно, выбирать все равно, как всегда, вам. Я бы посоветовал вам приехать в магазин, сравнить ее с другими колясками и уже определиться. А так я очень бы советовал на нее обратить внимание, если вы ищете коляску легкую и в то же время с надувными большими колесами, проходимую и комфортную для своего ребенка. И хочу поблагодарить первую коляску, магазин, который предоставил коляску для сегодняшнего обзора. Ссылку на этот магазин и на эту коляску вы увидите в описании к этому видео. И с вами был Александр. Подписывайтесь на мой канал и удачи вам. Всего доброго.